С огромным удовольствием предоставляю слово нашему гостю, которого мы очень ждали. И мы ужасно рады, что Сергей Павлович смог к нам сегодня приехать. Сергей Павлович Карпов, научно-вотоводитель исторического факультета МГУ, меня Вованосова. Сергей Павлович, пожалуйста. Дорогие друзья, мне очень приятно вас всех здесь приветствовать, потому что эта конференция собрала три организации, которые практически, я бы сказал, определяют направление развития нашей науки. Это Московский университет, питомцем которого является Михаил Анатольевич. Это Московский университет, в целом, это высшая школа экономики, где он реально возвращает всю власть. Это академия наук, с которой он всегда тесно связан. А я единственный человек, который сразу две организации представляет, поэтому мне и выполнится такая часть ответственности открывать эту конференцию. Но я не открою себе, если скажу, что этой конференции бы не было, если бы не было нашего юбилея. Дело не во власти, а дело в тех, кто эту власть изучает и воплощает. И вот таким человеком, который ее и изучает, и воплощает, является наш любимый и уважаемый Михаил Анатольевич. Поэтому эта конференция, собственно, ему посвящена. Эта конференция в честь него. И поэтому я думаю, что, ну, конечно, все мы это признаем, все мы очень хотим пожелать на этот день многое и благая лето. И в добром здравии, и с большими успехами, и с добрым настроением. А главное – основанием для всего этого. Потому что, чтобы были основания для новых успехов и для того, чтобы человек себя комфортно и хорошо чувствовал во всей стенах, где он только не появляется. Но говоря о нашей теме, об анатолии власти, я хотел бы лучше всего сказать, что Михаил Анатольевич является еще одним из тех людей, которые одними из лучших стилистами являются, являются, описывающими эту власть с разных сторон. И не только анатомию, но и физиологию, и ее собственные явления. И говоря об этом, я вспоминаю очень интересный пример, поскольку я так вот получился в корпус медицинской предфамилии. Моя мама, пирог, мне рассказывала, как медики изучают аналоги. Они приглашают студентов в морг, дают каждому из них список, и говорят, вот этой списой я сейчас прозвлекаю этот труд. И ты должен, студент, сказать, через какие органы он проходит. Это заондашит. И студент получает только тогда хорошие оценки, когда он точно может отменить, через какие органы проходит эта списка. Вот то, чем мы занимаемся, это именно это. Мы вставляем эту списку и смотрим, через какие органы она проходит, и как дальше происходит он сомневывание. Мне кажется, это очень интересно, потому что на самом деле эта анатомия фактически включает очень разные органы. Это скелет и столб, которые являются ничем иным, как правовая основа. Это система правообращения, которая является передачей того, что происходит от этого столба к потребителям. Это передача, это документы, это то, что изучаемо реально. Это, наконец, мозг, который чрезвычайно важен, и мозг уже связан с духовной составляющей. И здесь эта духовность составляющая, которая тоже чрезвычайно важна, она изучается и изучается очень с разных сторон. Поэтому та тема, которую сегодня мы разрабатываем, благодаря Михаилу Анатольевичу, это тема, связанная и с анатомией, и с физиологией, и с потал, я бы сказал, как раз, и анатомия, который тоже это изучает, и один из наших докладов как раз этому и посвящен. Поэтому это действительно очень важно. На самом деле, если перейти от шуток к серьезным вещам, я хотел бы обратить внимание на то, что действительно эта тема многоаспектна. И очень разными школами и разными людьми изучалась с разными сторонами. И неисчислимое число тех вариаций, которые могут быть при подходе к этой теме. Это могут быть взгляд сверху, могут быть взгляд со стороны, могут быть взгляд снизу, может быть самый разнообразный взгляд на самую природу власти. А если о ней говорить, то, конечно, мы прекрасно понимаем, что в основе, все-таки, в начале всего этого лежало римское и уперское представление, которое транслировалось, зачем Византия, которое имитировалось в разных странах, которое наполнялось новым содержанием. Но это обычно разные аспекты. И в одной из своих статей как раз я пытался показать, как юридическая сторона всего этого сочеталась с властью и как это преобразовывалось одно в другое. Как власть пыталась влиять на право и как право пыталась влиять на само власть и подчинять, если это было возможно, средневеково-демократические республики. Я имею в виду здесь такие, в себе эти все явления и разные появления. Здесь очень много разных аспектов. Можно говорить, Энконии власти можно быть ПСОГОС власти. И то и другое в равной степени будет правдой. Но мы собрались не для того, чтобы Энконии или ПСОГОС. Власть сама это делает прекрасно и в прошлом и в настоящее. И Энконии себя создает, и ПСОГОС заслуживает. Но в данном случае наша задача совсем другая. И мне кажется, что наша задача заключается в том, чтобы объективно, с разной стороны, сверху, снизу, сбоку, со стороны потребителя и со стороны носителя власти. Это все каким-то образом репрезентируется. И вот когда я назвал слово «репрезентация», я сразу вспомнил еще об одной части, которая связана с анатурами. Это кожа. А кожа, фактически, это не что иное, как символика, которую мы власти знаем. И вот одним из таких символов, которые власть создает, это обрядность и наградная система. Кстати сказать, наградная система, которая так или иначе эта власть репрезентирует и показывает ее сущность. Вот когда мы думаем о новости, как таковы, мы должны прекрасно понимать, что это не просто знак, это не просто символ, это отражение того, что власть хочет передать, транспировать, чем хочет человек произвести. Я попытался это сделать, вот сегодня нашему юбиляру эту книжницу о символике власти, наградной системе, философии наград изучаем, с большим удовольствием. Она несколько лет назад вышла, сейчас я готовлю еще большое здание, и оно, конечно, тоже будет у нашего юбиляра по этому поводу. Но здесь есть и философия наград. Вот философия наград, это и философия власти. Я задам вам один интересный вопрос, который прямо связан с медиалистикой. Думали ли вы когда-нибудь, когда образ государя появляется на награде? Я говорю не о медалях, на медалях сколько угодно, и как угодно рано, и на парсонах тоже, как угодно и сколько угодно рано. И у Петра Великого, и у Лисофии, и у многих других, все это было, и было у английских королей. А вот на награде, на ордене, когда и что это сделало впервые? Это интересно. Это впервые, с моей точки зрения, сделал Наполеон, когда на орден почетного региона поместил свою физиономию. И это было перемена всего. Представление о награде, или, по-прочему, это очень важный, интересный момент. Потому что орден подвязки, французский орден звезды, бургунский орден золотого руна, все что угодно. Там образ святого, какая-то символика, символика связанная с представлением власти о себе. Но никогда и никто не решался поставить свой элит на ордене. Это сделал тот человек, который потом, взяв венес императора, снизу в патру, возложил лоса на свою голову. И готов чинил орден, итальянский орден короткий, с девизом, бог не его дал, и горе тому, кто к этому придурил. Вот символика, вот отражение гора. Это разница средневековой традиции и традиции более коротких. Это их интересно. Ну, это просто один из аспектов, я думаю, что это заслуживает внимания, потому что репрезентация власти это то, чем блестяще занимался Михаил Аншоевич. Он занимался так, как и кто другой не может так сделать. И сегодня мы воздаем ему должное именно в этом, потому что он мастер. Поэтому мастер посвящается этой конференции. И с этими словами я рад ее приветствовать. Спасибо большое, Сергей Павлович. И слово предоставляется Михаил Аншоевич Байцову. Пожалуйста. Спасибо большое. Дорогие, Сергей Павлович, дорогие коллеги, для меня, конечно, была очень большая честь, что наша сегодняшняя конференция открывает самый главный девиз в России. И, конечно же, эти слова, которые звучали, для меня являются чрезвычайно приятными, в том, что у меня есть такие вещи. Можно сказать, что мы с Сергей Павловичем знакомые велика сонок, в котором ощущения были. Сергей Павлович понимал меня когда-то в эскараде, в те времена это была очень сложная задача, теперь эскарад телевизор уже тогда у вас большая приятность, чтобы человек один, может быть, во всем курсе оказаться в эскараде, в том, что я думаю, из той же среди веков, я уже, наверное, написал в высшем месте, то есть нужно было изучать среди вековую историю. Я учился с Сергеем Павловичем не только к власти, поскольку Школа обладала властью через десятилетия Холистоя Павловича и его сектору, но еще больше я учился у него, конечно же, представительское мастерство и отношение к профессии. И вот та установка, которую он транслировал своим ученикам непосредственно, к числу которых я, к сожалению, не отношусь, и ученикам соседним, которые являются просто учениками и все хорошие, которые мы не знаем. Эта установка говорит о том, что, в общем, история должна работать честно, история должна работать с источниками, источник, и история должна работать на мировом уровне. Ну, по возможности. В тех рамках, которые предоставляют обстоятельства, но субъективных должно быть именно так. Нельзя допускать компромиссов, нельзя допускать того, чтобы заранее говорить, что, знаете, я, пожалуй, сделаю это уровень, меньше уровня, хуже, чем можно было сделать. И вот эти самые важные, по-моему, мопутства, они остались у всех, которые, так иначе, встречались на профессиональном пути Сергея Павловича. Я не всему научился из того, чем у Василия Павловича, чем у Сергея Павловича. Но учителем научился читать на серии графа, хотя, возможно, они замкнуты в моем сердце, как и в сердце у всех, кто слушал когда-нибудь какие-нибудь курсы или гранатиста Графа. У нас мопутства, это какое-то ключевое сочетание слов, по которому мы можем определять свой текст, кто не слышал, это сочетание слов, те, и с другой, очень важный, но и с другой области. Я должен сказать, что Евгений Павлович известен в высшем экономике теперь уже на всех конкузах, и Евгения скоро не пригласили, с той же которого у многих студентов возникает бутисок правильный ужас, особенно чем ближе к экзамену, чем ближе к сессии церкви, который сочетал, я уже не раз слышал обозначение, фамилия как обозначение, обозначение всего предметов, всей дисциплины, всей моей жизни. И, повторяю, для нас особая честь и особая добрость, что Ина Сидия Павлович отразил лучшую конференцию. Я хочу вам сооружать в том числе возможности поблагодарить всех организаторов из высшем экономики, из Московского государственного университета, из института всеобщей истории за то, что они в этом сходили как-то замечательную встречу, действительно великолепно лучший способ отличать экономический способ отличать жизненную изменения. И особенно рад тому, что собственно вся организация прошла у меня за спиной, и я ничего краткового счета не знаю о том, что будет происходить, кроме того, что написано в программе, замечательно. и конечно же, которые представляют с силой и энергии от инициаторов, от организаторов, так сказать, тоже благодаря заранее угрожаю себя признательностью, но не что еще будет возможность сегодня признательности еще остановить наше внимание. Мне приятно тоже, что Сергей Павлович проявил статью книгу, которая лишний раз свидетельствует универсальность его интересов и возможностей, и фонаристики. Совершенно специфический сюжет в том, что косвенция широты профессиональных интересов тоже ориентируется на Сергея Павловича. Я стараюсь днем все подарить наше. Я бы хотел сразу же маленькую встречу на подарок из сергаспорт только в школу. Вышла первая путь в новой серии серии истории на старшем была серия статей истории. Теперь она превращается в более резиденции о целях книг новой истории. И первой книгой в серии истории является первая издание того, и сможет все очень сложно соединяется в том деле. Но в данном случае я хочу вам подарить эту пучку. Сначала мы хотели дарить большую длинную серию. Выглядит она очень симпатично. Мы ее будем дарить сейчас исключительно тем, кто выступает. Если человек выступает, то хорошо, но пока небольшая важная премьера. На самом деле программе «Моя выступление» значится как приветствие только по той причине, что в момент изготовления программы я только не знал, про что мне рассказывать. Была подброшена идея, что можно рассказать про то, важны люди в среднем. Для нас было собраться. Я открылся в собственно очень длинную статью по немецким справочникам два разных рода праздников. Удается выяснить там, что праздничный юбилей ничего долго неизвестный перецепленник векове, по крайней части перецепленник векове, Какой-то там вы берегин нашелся в 19-ом веке, но там какой-то герцог расформировал это не пиржество. Общий пример тоже мы сейчас завтра встречаем своеобразное время. После этого, разочарованный в этой расстоянии на средневековой жизни, я вспомнил, что конференц-бекос как называется «Анатолия», имеет отношение к гряду макроферических тем, которые задали его в своих ракахах. Я решил условно выказать чисто все на этом. И в конце я только приду теперь подозвать. Вы не извините за регламентом, не остановитесь в этот момент, который вас ощущается нужным. Но я хочу напомнить к чувствующему, что у нас в частности разного рода вскрытия и бальзинировка и между лицов. И не столько ради такого испрощенного интереса этим моментом, сколько для того, чтобы использовать этот стопарный мотив, для выявления определенных культурных идолиц. Я пытался подтверждать, что он преграммировал мертвецов, но не всяких мертвецов, а высокопоставленных выгодляющих власти. Эта специфика, которая, естественно, как мы знаем, прекрасно была развита в Египте, но потом была усвоена по всей мертвецкой в мире, потом по всей верности была усвоена развита в Византии, было мало сведений, и затем отход уже на педисе на западные мертвецы. Прежде всего мы хотели сегодня представить два кусочика как раз из Византии, потому что материал в Византии, что в этом плане обнаружилось оборудовательный эпизод «Следица папы Григорина Григорина, главный еще папа». Он позвал несколько лет в мертвец, хорошо знал тамошнее отношение. Главное сказывал обман своим добрым знаменам, славным мужем и люст сверх Стефан, Стефан, который тоже будучи Константинов взял и умер. Послали за врачом медикус и мы, наверное, перед аптекой перегентарем чтобы вскрыть тело его за беденку. Но поскольку мы не смогли соскаться, ни по-моему, ни по-моему, у одного тела лежало целую ночь, это означает, что он не вскрылся, он уже не разобернулся, не вылечил инфекционистику. И как раз эту ночь Стефан использовал для того, чтобы почти по-испутнию, он там посмотрел много раз звук лесных вещей, о которых даже объяснить не надо подав он рассказал и все что-нибудь это в общем это замечательно. Смысл состоит в том, чтобы его не вскрыли, потому что не нашли в альзамировщик. из этого может быть вытекает то, что альзамирование для совершенно нормальной практики, простите, или же вещь идет по метрам высокопоскалным линиям, тела, которого можно было отправить назад на родинах, поскольку дорогая атмосфер учителя занималась цифровой института, то его требуется оборудование для института при помощи самой большей технологии. однако неполудно, что сноторов и мастеров этого делали в Константинавии в Константинавии в Константинавии оказалось невозможно сыскать по крайней мере ночью. Сутки пришлось в 6 век. В 2 веке один ушел из Падланского университета уже в 1215 году, в конце нашего периода восхищался тем, что в течение столь долгого времени выставляли для обращения за макзамированные тела с капоставы на Хрис и на Византии. Но из конкретных приемов он упоминает только один это сгуборивание всех отверстий в теле и отрицания. Вообще-то этот элемент обычно упоминается при поверхностном бульзомера, когда просто всякими составами тела отмазывали, а не доставали внутренности, а именно только второй способ обеспечивает деятельное сохранение, поэтому здесь что-то у него сведения его были не болны. Но это глава византийских эпизодах первая конец 6-го, начал 13-го который показывает, что все-таки эта традиция имеется. Раньше обычного карминального аморизации эстемирана, калиб, что-нибудь такое, а вот есть еще какие-то косвенные признаки на том, где жрали всю эту историю и на секреты. Теперь переходим назад. Специалистам хорошо известно, в том числе и присутствующим здесь, что вот такая радикальная техника, обеспечивающая большую сохранность мертвеца со вскрытием человека, вскрытием тела. Впервые за документированным на Западе 877-м это случай с императором, недавно ставшим императором, Карлом и сыном его перевозят, он переезжает через Аркад с юга на север, вот на свете как раз Альфа, вдруг он умирает, и несмотря на то, что рядом нет никаких ни городов, ни приличных даже деревень, сопровождающих его, считать нужным его бальзамировать по этому очень сложному пути пожить. Ничего как не получилось, всякие сложности, украшенства потом похоронили тут же подарок, потому что это насилие сопровождающего его ползава, который исходил, но причины такого вонаряжения в литературе не освещались, и я так положил, что это как-то связано с предшествующей практикой, а предшествующая практика касается метод отношения к предшествующим императорам, предшествующим императором был Ведовик Второй, его погребли всего-то двумя годами, раньше, в 875-м году, он умер неподалеку от Бреши, и по инициативе местного епископа был погребен на очень почетном месте, на самом почетном месте, в местном соборе, это базилика десанта Мария Монтарова, дом, который нынче отсутствует, не сохранялся, неподалеку от неподалеку от гробницы святого Филиастра покрытия города. Все было замечательно, но тут уменьшался архиепископ Миланский и потребовал выдать ему тело императора. Епископы и духовенство Бреши сопротивлялись, как могли, убирались, стянули, затягивали, и так далее епископ направил епископов соседних Бергамо и Кремоне вместе с их духовенством, чтобы они отправились в эту самую непокорную Брешу и выкопали этого мертвеца или можно достать из гробницы если он был в 40-х, я не знаю, как это было у них организовано. И все это происходило через неопрутил его решаться. Колонна идет с запада из Бергама, колонна идет с юга из Кремона, 50 километров встречаются у Бреши, отталкивают мясному епископу посвел священникам и начать оттаскивать в Брешу. И уже дней пять по всей видимости прошло после погребения, пока люди все переписывались, убирались, сопротивлялись. Несмотря на все это, это патрицина не доставит. Чудесным образом его забальзонировали, в Мерефиске чудесным образом наверное перевести. И в торжественной процессе со слезами и органилими бумага, нора это лакримание или флету, понесли его в Мела. Ну, понятно, что это патрицина, неравном, такое травматическое, которое связано с своих делений, для Терцат, потому что просто так, но у нас эти мертвеца каким-то составом было неправильно. учитывая, что расстояние примерно до 90 км, а процессия была торжественная, шелень может быть дня 2, скорее всего. Ну, наверное, переночил эту дорогу, что ли. Таким образом они внесли его в Мела где-то через неделю после кончины, и он при этом, надо полагать, очень божественно был ухо, потому что если бы от него распространялся другой запах, это было бы очень неправильно, это было бы, я бы сместным свидетелем того, свидетелем того, что король был проиграноплавый. Кстати, Горель Великторой интенсивно общался с византийским двором, и вот эти привычки, которые теоретически могли быть оттуда и заявлены. Если это так, нам можно понять, мы можем понять, собственно, и шаг Карла Лысовой и его в Мелорках, потому что, вероятно, ему понравилась такая процессия торжественная, которую использовали для его путешественника, и он предпочел бы, чтобы его в своем линии тоже несли так же, чтобы он прекрасным образом был глухал всю дорогу, доказывая тем самым правильность своего управления. Как известно, Карл Лысовой очень большое внимание уделял именно внешним знаком своего нового ранга. В любом случае, базумирование оказывается тесно связано не только с идеей транспортировки или с необходимостью транспортировать мертвеца, но и с подчетом, который оказывается особенно высокопоставленным мертвецом. Значит, это второй сюжет. Третий сюжет и все же на меня не проживет. Он относится уже к тому, что я пытался выявить некую логику распространения этой практики. Как мне кажется, на Западе сначала императоры воспринимают эту сложную технологию, потом она спускается этажом ниже, социальным этажом ниже, к имперским епископам, которые заставляют своих медичей или медицей заниматься тем же самым. Потом только это королевики находят и там это князики. Очень логичная схема, и вдруг в нее появляются несколько эпизодов, которые эту схему нарушают. Ну, например, Марк Граф Вернард фон Вальбек не вписывается в эту иерархию. В 2014 году его привезли к типу олимпийскопа Мерземольскому родственнику, близок родственнику. И Динбург говорит, что-то как-то неприятно. Слушай, давайте мы его выставим для англазомирования. Верем его замглазомировать, и потом его везли от руководства того же самого тип моего в соседей, но не в соседей, а в монастырь. Хельфт, как раз где было семейное захоронение. Надо сказать, что речь идет о близких родственниках. И олимпийскоп Мерземольский оказал некую помощь, так сказать, и жест симпатии борясь своему родственнику и поделился с ним в качестве высокой ценности технологических родственнику. Другой это французский граф Фурько Триотти Львина умер в 1040 году, превозвращен уже из третьего половичства Русалин. Его запрозамер еще в одной книжке, она сейчас наверно станет трассической книжкой, это «Вторшение Цедеса». Вот в ней был сделан вывод, что очередно при дворах французских графов этим искусством уже обладели. Совсем не вписывается в мою классификацию, мою хронологию, как-то так французский граф, причем в этом время это перепископы, германские могут этим заниматься, причем здесь Фурько Нерго. Но если посмотреть, окажется, что этот граф умер подговорили имперского лепископа, Дитриха Мецкого. И тот в общем получается просто оказал ему почесть, почесть солидному уважаемому паломнику Берегирьмо, который уже трижды ходил святую виду. ему сделали такую важную стоябную вещь, как резонирование, чтобы доставить его на святой льем, который основал расположен на расстоянии примерно в 600 километров. И мы в данном сочи точно знаем, что использовали тратикаленцы способы резонирования, потому что внутренность остались здесь, их захоронили как и положено, на месте резонирование, все правильно, и было что так, святую надпись, на которой святую святую о том, что это действие здесь было произведено. В июле 1985 года знаменитый герцог Акулии Роберто Виска скончался на острове Никифалония рядом со знаменитой Итакой. Нет знаменитой Итакой. пожалуй, не более знаменит Закимф, как Закимф, как место, куда ездит обматься. И вот его супруга, по счастью, оказавшимся рядом, приюляла доставить его через море в гору. Отром дом. Дело, правда, происходило с приключениями, только того, что по пути началась буря, труп смыло с палкой в море, потом его в этом море влагали долго, снова влагали распалку. В общем, много всех разных интересных эпизодов. Но, конечно, еще с ним в Отром его доставили и забальзамировали опять-таки, с тем, чтобы его тело могло выдержать в путешествие Венозу, который лежит примерно в 330 километрах от этого самого Отрома. И, судя по всему, в этом случае покажающие специалисты могли найтись только при дворе местного епископа. Но, правда, если на севере Европы такие медиа точно были редкостью, то на юге Италии их могло быть и отечественно существенно больше. Но, в общем, мы в последовом вполне вправе представлять себе откровление гостеприимства со стороны епископа по отношению к очень особому постю, но, правда, по поводу Европы. Согласно польскому хронисту Галу Анониму, в 1109 году король и будущий император Кеннег Пятый в походе против поляков приказывал бальзамировать землопавших лицей прежде чем отправить их на роду. почте, это оказывалось совершенно непорадным, как я пытался вам уже рассказать. И в этом вполне можно узнать, в данном случае, проявление некая особой милости сеньор, исключительной милости сеньор по отношению к верному вассалу, который пожертвовал своей жизни ради него. И тоже технология в момент, потому что император, с вами говорили, кролевский, мы говорим во время германских кролевского говорили, что около сотни лет имели специалисты со временом оттона первого, имели специалисты, которые могли претентировать мертвецов и очевидно из-за троих призводов императоров весьма предусмотрительно брали с собой военные походы, потому что мало ли, что случилось в военном походе, так, загорочено здесь, очень будет кстати это случается с Карлом Лойсом из-за храни, потом нелези где, во избежание всех разных неприятных ощущений. Еще был случай, конечно же, хорошо, в каждом случае, уже пропустим какой-нибудь 12-е, давайте перенестимся в конец 13-го до 4-7-го в Афинкену, чешский король Дженсу Атакар 2-й проиграл решающую битву Рудольфу 4-му Капсбургу и погиб в этой битве. Отсюда кстати начинается рост Тома Капсбурга, только счастлив после этого получит свою родную Австрию. Победитель привел забальзамировать тело павшего противника. Мы знаем об этом только из ломентации анонимного храниста современника, который был глубоко возмущен вращением с телом убитого короля. Он писал, что его выпадрыш следом объяснил наверно не только определенной партийности у автора, но на стороне павшего его партии оказался, но все же как мне кажется некоторым провинциализмом. Он вообще не сумел правильно оценить великодушие победителя Карагана Больфа, который просто хотел оказать павшему врагу высшей почести в конце концов я наконец понял, как можно было бы назвать мое выступление в программе для скидывания обновления собрал все эти сведения в виде материалов. Вот теперь наконец я могу поправить программу назвать титул моего выступления. Доклад назывался «Больфомирование как любезность». Спасибо. Спасибо большое Михаил Анатольевич и за то, что вы уложились в рекламе и за то, что вы внесли как обычно впрочем веселую бодрую нотку в наше заседание. Впрочем, надо сказать, что и Сергей Павлович постарался в этом смысле. Прежде чем проститься с приветственными словами, которые приобрели у нас безвыком галактический действительно характер и перейти к первой части нашего нарезонского балета, я бы тоже хотела сказать несколько слов, если позволите, на правах одного из организаторов. У нас, конечно, сегодня не совсем обычная конференция, круглый стол, как ее называть в программе, это не важно. мы долго к ней шли на самом деле, это были не месяцы работы, вот как мы посчитали вчера с Олегом Сергеевичем, у нас на это ушло два с половиной года, ровно два с половиной года мы готовили сегодняшний день, в общем, приближали как могли. мы, конечно, не надеялись на то, что мы все это организуем на таком высоком уровне, что наше мероприятие можно будет сравнить с английским газоном, для его, так сказать, взращивания нужно немного больше времени, как вам известно, но тем не менее мы старались и в частности решив организовать все на должном уровне, мы, поскольку это было наше первое совместное предприятие с Олегом Сергеевичем, мы решили к нашему круглому столу подготовить тезисы. Тезисы мы эти готовили долго, мы их напечатали и это наши тезисы о власти. Как вам всем хорошо известно, наша история уже знала одни тезисы о власти. Собственно говоря, это были апрельские тезисы, но мы посчитали, что пусть они останутся уже в прошлом и пусть нам о них рассказывают студенты на экзамене, а у нас будут наши новые тезисы, майские тезисы, и вот их сегодня мы хотим преподнести нашему юбилеару, чтобы он на досуге полистывал их и вспоминал сегодняшнее наше заседание и то, как мы к нему хорошо относимся, как мы уважаем его, как мы его любим, как мы ценим его работу и это наш маленький толстенький омаж в честь вашего дня рождения, Михаила Владимирович, с дня рождения! Что, не там шутся? Что, не там шутся? Эй, чего я не нарушил сейчас? Спасибо большое, конечно же, сборник, на котором я не могу себе представить, сколько усилий было предложено, предложено для того, что помысл в Афганистан, конечно, лучший клинический подарок людей, которые вы только можете представить. Его объявление был для меня, конечно, большим секретом изначально. Как вы считаете? Я что-то слышал. Так иначе, некоторые организаторы пробалтывались в тех или иных историях и слухи проходили, но я, конечно, не прозвольствовал, что это, во-первых, настолько солидно, так что это ходит прямо в наших семьях продолжает то, что мы только что начали. И я буду изучать внимательно, я не знаю его содержание, и чисто, внешне, он мне уже безумно нравится. если только есть следующие посвящения, которые меня тоже безумно нравится, это присутствует содержание, которое я буду изучать в течение, ну, точно не в течение следующего десятилетия, а существенно этого, существенно меньше, когда мы обещали его прочитать и насладиться неспасно. Спасибо большое, спасибо, Александр Ильич, спасибо, Игорь Ильич, спасибо всем авторам, которые участвовали в этом деле, в комментариях подарки, лучших подарков не было. Спасибо большое, Михаил Набарович, мы старались, это правда, я просто даже с трудом выпустила его из рук, не веря в то, что он наконец-то издан. И мы заканчиваем с нашими поздравлениями и приветственными словами, и действительно переходим уже к основным докладам, и я с удовольствием предоставляю слово нашему первому докладчику и о том из авторов нашего тома, конечно же, Сергея Ткача Иванову, может быть, вы как-то, так сказать, некоторую деснократную архирующую проведен, и с ним стало за основным и уничтожим, как за счет? Пожалуйста, Сергей Альфаевич, 20 минут, да. Алгоритм понять каждый следующий выступающий преподносит нашему мобилару только книги. Безусловно, я тоже не могу нарушить традицию, и уж, во всяком случае, полковская книга точно имеет нарушение красотоподия, красотоподия. Так что, все остальные вытаскивайте, вытаскивайте эти фотографии. очень приятно, что мы взлавливаем сегодня ложный, несбомердаренный, ложный, глубоко софистический принцип когито эрго зуму. Разве лучше говорить, когда присутствующие не могут выключить камеру, исчезнуть за черную красу? Итак, я говорю про историю одного единственного термина, греческого термина космократа, который не имеет сразу замечу латинского аналога прямого, когда нужно его переведить двумя словами «мун директорис». Слово возникает, как нужно это вообще в полете, словом возникает во всеми в IV веке на Рожее в качестве эпитита богов, причем в качестве перевода для эпититов богов восточных Ваала, Сираписа, Изиды и так далее. Все они являются веродержцами. Потом уже в вторичном разговоре реалистическое время переходят на Гериуса, на Гернеса, на Битру потом, но во всяком случае, это из-за богов. И впоследствии, когда благость мира ставится под сомнение, то оказывается, что это вещь не обязательно хорошая. Агностики первыми выбегают людей о том, что собственно миром как раз правят темные, страшные силы, а истинное добро находится вне мира. космократы впервые под пером гностиков оказываются отрицательной характеристикой. И вот именно эту гностическую линию подхватывают христиане именно в таком перспективе нужно читать слова апостола Павла в послании Кафесина «Наши бараны против плодей крови, напротив начальств, против властей, против миропровиделей тьмы века сего». Вот как раз эти самые космократы Тускотус тут. Вот то самое, что Иронит перевел как «Mundirectoris». В недавнем что прочел в блоге о «Жима-Латыни», когда было предложено придумать ново-латинский аналог выражения «Mundirectoris» кто-то сказал «Давайте мы «Mundirectoris» переведем, а все сказали что в этом неприлично». Значит, в эллинистическое время к этому титулу ставят присматриваться земные правители, но невкак разумеется в позитивную позитивную стране этого дела, но никакие правители в свой титул официально этого слова не включают. Значит, для христиан же нет никакого сомнения, значит, космократы – это дьявол. Собственно, это в первые, так сказать, заявлено открыто в апокрифическом дьяволе Иоанна, и потом начинается сначала у апологетов, потом у отцов церкви. У всех там какой-нибудь Ириней от печали нарушительные злобы, отсюда получил бытие дьявол, которого называют миротечеством, то есть космократами. Не буду множить примеры, они у всех, у всех сначала апологетов и потомцов, совершенно однозначны. Но это в одном мире, а в другом мире, в мире политической риторики, слово «космократа» все больше и больше нравится с этим правителем. И они будут для нас удивлением узнать, что римляне, хоть и говорят по другому языку, но когда они оказываются на Востоке, то им очень нравится, когда их называют космократами. Я подчеркиваю, это по-прежнему еще не часть этого типа. По всей видимости, Капнистранда первым стал называться, то есть предпринял такое обращение к себе Калибла, потом Троян либо Марковрейли стали называться так в надписях на Восточной империи, опять-таки на Западе параллели этого нету. И, наконец, можно сказать, что более или менее это входит в титул у Кракавы. То есть уже, так сказать, когда при переходе к особенному Александру Савера, в надпись, опять же, когда, значит, вот Элджи Фес, Сабастос, Ферфелест, космократ, там было бы честило священный, боголюбивший миродержец, или, там, Кирилла, космократовым в отношении тетрадков. Одновременно, ну, в это же время, видимо, значит, вот в это самое вот время, уже в поздней Минской империи, это слово появляется в романе «Все как и сфера» об Александре Макинонском. И вот тут оно мощно входит в взятку. Если до этого мы черпаем сведения, в общем, из каких-то заклинаний, из каких-то надписей полустёртых, иногда реконструируемых, иногда опровергаемых эпиграфистами, то со времён появления романа в Александре, Миндрей Петит, миродержец, абсолютно становится постоянным эпистом Александра Макинонского, и в романе его так называют, например, в заголовке, а потом к нему так обращаются прорисатели боги, заморские цари и собственные воины Филипп и Аристосий. Потом уже это слово, уже отсюда это слово переходит, как написано в специальной литературе, не несу ответственности, в иврит и арабский язык. И вот это, по всей видимости, этот роман как раз и сыграл эту роль в утверждении этого слова в христианском контексте. Это происходит под пером известного творца, так сказать, имперской эскатологии, Евсения Кисанинского, который размышисто назвал Константина Великого миродержцем. Это он делает и в Паникирике, то есть в середине правления Константина. Он говорит, что космократария, архия, значит, кто бы селево сказал, значит, власть, миродержическая власть. И дальше в жизнеописании Константина повторяли монарху-космографа, то есть он единодержец и миродержец. Что соответствует и описание, видимо, это было мило Любо Константину, который, насколько мы знаем, его иконография тоже всячески подчеркивает именно космический характер своих изображений. И после его смерти, как пишет Евсей, ему мертвым освещали картину кружевому, кстати говоря, изображая в них красками вид неба и представляя населец, упокоящимся в горном жилище превыше небесных кругов. То есть он вне мира, и поэтому нелогично, что он миром управляет. Значит, в данном случае надо заметить, что хотя Евсей и стоит у стоков, сделали ее византийской власти, однако вслед за ним эта самая метафорика не пошла. Этот титул не прижимается в качестве титула императора. После Евсевия им никто не пользуется. В последний раз в ранней Византии он использован в житии, в чудесах Николая Мирникейского. Текст написан в шестом теке, но, соответственно, действие обратилось в четвертый, где сказано, что Николая Мирникей должен донести миродежцу и благочестивейшему императору Константину о том, что бы сделать. И вот тут именно слово «космократа», но после этого текста, слово навык исчезает из властного лицикла на Византии на целых шесть столетий. Между тем, он сам продолжает жить в религиозном контексте. Продолжают византийцы комментировать пославные конфессии, но тем самым продолжается упоминание о космократе как диаре. Это никуда не делось, это живет своим чередом, но не приходит ни с чем противоречия, потому что ведь и частью официального титула это не стало. Все-таки осталось более-менее воргинальном. Я думаю, что именно потому, что все помнили, что неприлично называть императора тем и словом, каким называют диаром. Единственный раз в протяжении шести столетий долгих слов космократа упоминается в житии Косьмы Майюнского и Ангелоскина конец 10 века, когда император Константин VI падает в веке перед Святым Косьмой, а злые иконоборцы плохие, ненавидящие святого, возмущаются этим следующими словами. Будучи сам столь велик, чьи же ноги лобызает сеть почти что миродержец? Микрудный космократ. То есть, во-первых, вложен в уста отрицательных персонажей, а во-вторых, чрезвычайно важно ограничительное определение едва ли не чуть что не без пяти минут миродержец. Последнее, значит, мощное возвращение слова космократа в византийский эксеклон происходит в XII столетии. Но, видимо, на самом деле, подступы, как она происходит уже и раньше, а только в том же XX веке, когда написано в житии Косьмой и Иоанна, была изготовлена вот эта шкатулка, которая хранится в данном штате, и которая изображает, ну, вам, конечно, не очень прошли это, которая изображает Александра Махедонского, самой, пожалуй, знаменитой, ну, иллюстрацией к самому знаменитому эпизоду романа об Александре, где он возносится на небо, на колеснице с напряженными грифонами. Будучи очень хитер, Александр поймал двух грифонов и придумал, как составить это начиняться себе, а именно, поскольку всем хорошо известно, что грифоны питаются только маленькими левятами, он перелезил на концах двух удочек по маленькому левятку, держал их, как морковки перед ослами, перед, значит, пастями этих грифонов, грифоны рвались, вот, схватить, значит, на пучу и тем самым увлекли Александра в небо. Полет этот на грифонах многократно описан, он произвел большое впечатление, многократно описан, поскольку роман Александра существовал на всех языках, и выстрелился многократно тоже, а вот это, значит, видимо, самое первое после этого возвращения, это слоновая кость, это цвет, значит, грифоны хорошо видны, хорошо видны также, здесь есть, да, у меня нет указка, в смысле цветовая указка работа, нет, 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 не работа, ну, значит, там вот эти, значит, грифоны, и в колеснице Александр Бочинский одеты, как официальную одежду им византийских императоров, в короне с пропиндуриями, в лорусе, это, безусловно, официальная битва общего византийского императора, но это Александр Бочинский. Значит, у первоначальника тексты, тексты, однако, у нас с 12 века только. В 12 веке происходит, с одной стороны, происходит невероятный рост панигерической литературы, поскольку литература начинает кормиться от правящей династии камнигов, то количество панигериков сразу совершенно зашкаливает. Но у нас сначала употребляется в пехопогромовых поэмах, значит, вот, для спорта, вот, стены форы, значит, вот, господа, рощенко императора, значит, это самый носитель короны, скептухи, камнинобласты, каратисты, космократы. Ну, тут, наворачивание, значит, превосходных, роскошных элистов. Императора Винцина Савалдека, скептраносича, отраска камнинов в могущественной миродержище, я прибегаю к твоим защитам. И также несколько раз еще птехопродробного поэма отчасти носит несерьезный характер, это все-таки не серьезные полимерихи, отчасти чуть-чуть все-таки, эротические, поэтому это еще ни о чем не говорит. Ну, потом уже, не комсорстный филолог Феодор Прокола. Это, возникает это обращение к императору, это совершенно серьезное, и потом уже, ни о какой иронии не можно идти речи, текст выглядит совершенно официально, какой-нибудь Феодор Рассамон обращается к Нунуину Камнину, принять горнюю небесно-царственную милость от самовластной смиродержище Аутен Смухрата. Заметим при этом, что Феодор Рассамон является патриархом, и ему совершенно он не поперхнулся, он безусловно, но не то, что он знает, все знают текст послания Кафесина, но он, наверняка, не раз как-то цитировал комментирован, говорят, что миродержище – это одеяло. Но, повторяю, шагом обратился на эту комбинацию. Григорий Антиохос восхваляет Исаака Ангела также, Михаила Аллахолова восхваляет также, Михаила Палеолога, и так далее, и так далее. В 14 веке Стефан Сбуропов, в Улькоме Алексеев третьему великому Камнину, тоже пишет, что «Радуйся, миродержище, тысячекратно и десяти тысячекратно». Вот тут я уже совершенно… Да, мы, конечно, не увидим в своей этой надписи. Это, собственно, трапезунская надписи романа об Александре. Здесь, вот, уж поверьте, для нас был изображен сам Алексей Великий Камнин, как бы посвящающий этот роман. Видимо, Александру… Изображение Александра не сохранилось, но сохранилось обращение вот этого, обращение Олега Великого Камнина к Александру, и здесь ровно, вот оно, это слово, «космократов» написано, можно даже прочитать, благодаря Андреевичу, и награду за эту указанку. Итак, откуда же вернулось это слово? Есть все основания, полагающие, из того же самого романа об Александре Македонском, потому что взрыв интереса к роману, соответственно, вообще взрыву, так как биоритетической литературы, после 1000-го года. В выпуске «О Дениси Акретий» Александр Македонский называется «космократером» и говорится, что вот сравнился с ним, сравнился наш герой. И наряду с ростом, вообще, собственно, нового взлета византийского романа, который происходит перед Камнинах, естественно, растет и популярность византийского романа об Александре. Но многочисленные, кстати, между прочим, интересно заметить, что это появление тут же ображается как-никак не паразитно на Руси, потому что в сочинении древнерусских авторов это слово «миродержец» возникает в XII веке тоже в светском контексте. Итак, каким же образом получается так, что слово «космократы» живет одновременно в два совершенно противоположных значения. Одновременно можно ли сказать, что забыто послание к профессионам? Ну, конечно же, нет. И нет сомнений, что люди, которые знали один контекст, знали другой. В сращивании или не сращивании, а сосуществовании двух этих значений указывают нам на что-то важное в византийской картине мира. Византийская цивилизация прежде всего многоэтажная. И то, что происходит на одном этаже, не обязательно отражается в том, что происходит на другом. Вот, значит, если ты, если ты какой-нибудь, например, Эстафий Солонский, и ты, например, являешься митрополитом, то ты, лучше митрополитом, ты пишешь одни тексты, а когда ты начинаешь комментировать Гоня, ты пишешь совсем другие тексты. Если ты не Гимфор Василаки, приближенный к Патриарху, то ты, наверное, тоже, цитируя, ты, наверное, проклинаешь, допустим, и, ну скажешь из каталога, что это чудовищный грех, заслуживающий ужасный карь, но когда ты, как бы, переходишь на другой этаж и начинаешь писать сочинения от имени античных персонажей, например, от имени Пасифаи, ты совершенно не красне пишешь речь о защите Пасифаи, а именно защиту ее страсти к быку. Это явно не шизофрения, а это, ну, такое сложное устройство этого удивительного византийского общества. Тем самым, значит, вот, отнюдь неудивительно, что это слово таким образом продолжало жить, и продолжал, естественно, образ императора, как Александра Македовского, при том, что, вообще говоря, это в каком-то смысле вызывало кощунственную, могло вызвать кощунственную ассоциацию с Вознесением Спасителя в иконографии. Чем дальше, тем более отчетливо во фресках уже там, ну, уже в поствизантийской време «Спаситель», одно изображено, в колеснице, запряженной грифорной. Я закончу, закончу последней, последней виньеткой. в 1978 году, в деревне Ужи Мушкарского района или Маланиевского автономного округа, при обрушении берега Аби, это в Устье Аби, было найдено вот это блюдо, ну, в килограммовое сирепленное, с изображениями оператора, который на той группе Александра Македовского на грифонах. Это, видимо, самая северная точка, куда как-то добрался император на своих грифонах, хотя, в общем, редкий грифон летит на Синдзинагии, конечно. Вот, и, как известно, спустившись на землю, Александр Македовский основал там город. Теперь мы точно знаем, что он основал селение Мужи, Шебушкарского района, и Малодельского автономного. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Аркадьевич. Ну, и у нас есть буквально пять минут на какие-то короткие вопросы, уточняющие к докладчику. Пожалуйста, у кого есть вопросы. Точнее, еще вопрос. А сифро Сосанинская? Да. Ну, может, там, изначально не было Сосанинская, но, согласно вроде бы искусствоведческому анализу, это блюдо конкретно приехало из Новгорода туда. А как оно попало в Новгород? Сложное, видимо, в Новгороде оно было как-то переделанное. Как попало в Новгород предмет искусств? Алексей Владимирович, вы хотите... Вы включаете микрофон, пожалуйста. Я выключаю, так что вы можете включать. Сергей Аркадьевич, благодарю вас замечательное приглашение вашему дорогому юбиляру. У меня такой вопрос, которая мысль. Значит, дело в том, что, когда апостол Павел предмет, во-первых, космократа, в том, будучи таким хорошо врудинистической литературной очевидным человеком, он наверняка апеллировал какого-нибудь казахерного параллеля. Вопрос следующий, вопрос подался параллельный, потому что я объяснил причем, потому что первое, что мне приходит в голову, это заменить титул афеткуй, то есть держащий все. И проблема заключается в том, что вот это все, да, кунь, да, оно обычно переводится греческий как осмец. То есть вот это все, немецкая «дас альдо», это, возможно, коронятно, что это божественный титул одного из богов, поскольку их назовите огромный, конечно, титул, богов потом приспособлены к культу единого бога. Вот вам это понравилось? Про это место, естественно, существует огромная экземетическая и научная литература. Ну, конечно же, непосредственно все-таки предшественниками этой образности являются грозники. как бы в этом все согласны. Дальше тоже, конечно, возможно, это у вас будет к чему-то более давнему. Мне кажется, что греческий контекст тут ближе, непосредственно ближе, а генетическую литературу будет направлено. вопрос на вопрос Вы наверняка же просматривали все контексты в Тейл-Гэрис о космократах писательном об этом. Вот в той части, которую Вы совсем не касались, там, где обсуждается космократы и нет ли какой-то дискуссии относительно космократов и монтократов? Все-таки оба не решались никогда, да? нет ли вот как бы осмысление почему те космократы владеют миром, оба монтократы и так далее? Ну, вообще, сведение двух этих слов вместе допустимо только в императорской языческой титулатории, и это правда. Египтяне, которым ничего, совершенно просто было объявить своего властителя Богом, причем живым образом самым, они совершенно случайно, в отличие от риндов, которым все-таки нужно было что-то преодолеть, для этого переступить. Египтинам ничего не нужно было, поэтому все эти надписи и посвятительные возникают востоке, главным образом в Египте. Вот «Каракавла» прямо космократов , для них это совершенно языческий контент, это понятно. Что же касается христианского, то, ну вот смотрите, что пишет Иеремия, значит, «От печали произошли духи злобы, отсюда получил мать и дьявол, которого называют они миродержецем, бесы и ангелы, и всякое духовное злобное существо. И хотя демиурга они называют сыном их матери, это все округается, в адресе, значит, естественно, противникам поверить, а миродержитель это твое демиурга, но говорят, что миродержитель знает превыше его, потому что он дух злобы, а демиург, как душевный, не знает. Матерь, по их словам, обитает при небесном месте, то есть в середине, а демиург на небесах, то есть седмирицы, миродержитель же в нашем мире. Конец цитата. Кризис невероятно сложный, разведен, а тут вокруг этого. Но слово пандократов все-таки тут идёт вся терминология именно гностическая, и с ней идёт дискуссия. Сэр Игорьевич, можно вовмен на ваш дар привести свой? Спасибо. У меня тогда один короткий вопрос. Сергей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, а вот более поздние уже века, одиннадцатый, двенадцатый, этот термин не используется применительно к тиранам? Нет. Я ничего не опустил в данный случае. Действительно, разрыв от середины шестого до середины двенадцатого века имеют лишь один текст в середине «Житие» Козьмы и Иоанна Маскина. И все, больше ничего. Текстов просто нет. Это слово умирает и потом возрождается. Это удивительная особенность этой самой греческой терминологии. слава где-то там живут внутри. И мы думаем, что они умерли, а они никуда не делись. То же самое происходит по разному образом и с жанрами. Роман умер в четвертом веке, возродился в двенадцатом. Но вот как это может быть? А вот и происходит. Память культуры в Византии невероятно толстая. Культурный слой неслыханной толщины. И поэтому такие удивительные вещи происходят. Умерли, потом возродились. А я спросила, тиран он никак не отвечает? Нет, нет, ни в коем случае. Это только полопозитивное слово. Это очень хорошее слово. Это невероятный суперлатив. Это очень интересно, потому что если забегать со стороны Западной Европы, то естественно, что когда Иоанн Сазбериский пишет «Поликратик», то он развивает идею о том, что тиран это дьявол. Практически превращается в тирана и он становится дьяволом. И вот интересно, как эти две традиции соприкаются. Он, конечно, знает историю Александра, но он ее здесь, конечно, не использует. Он использует римские примеры в основном, в данном случае. но меня просто заинтересовало такое интересное пересечение, у которого на самом деле нет пересечений. Тиран призатеи называют антихристом, и надо подозревать, что он антихрист, а бывает, а все-таки, чтобы его на такую должность возвести. у так какой повод такие темы? Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу подарить Павел Анатольевич с прожившим юбилеем и поблагодарить организаторов за то, что вы сегодня такое представительное собрание, собрание, за павтологию, хотел сказать, совещание, да, не совещание, собрание. Я продолжу традицию, которую начал пролить Сергей Аркадьевич, но продолжу лишь отчасти. Я тоже думал, что все-таки я успею подарить книжку, но она будет только осенью, к сожалению. Я вам обещаю, что я обязательно это сделаю, и ваш экземпляр точно вас будет ждать этой осенью. Или будьте первыми, кто ее получит. Ну вот, а продолжая традицию в том смысле, что и мой доклад тоже посвящен, будет всего лишь одному слову. Слово это «хонор». Собственно, мы поговорим о нем и о контексте, которое вокруг этого слова возникает. Как это связано с королевкой, как это связано с его честью или честью. Вадима ушла. Нужно ли будет кого-то попросить? Да, спасибо, Настя. Нажимайте кнопочки, и я буду говорить, как дальше. Да, да, да. Поехали. А, я могу это делать сам? Работи, да, да. Стрелочка. Стрелочка. Есть. Отлично. Спасибо большое. Как известно, и как у нас учились во времена учителя, что-то важное об участии в депутах историк может разглядеть, если обратиться к кризисам, к проблемам, к переломным моментам, изучая то, как действуют современия в непривычных для себя обстоятельствах. Это они перегрессированы по этому поводу. Меже речь пойдет именно о таком сюжете, связанном с глубоким политическим кризисом, который хватил королевскую юберию с самого конца 20-го до 9-го века. Кризис, который закончился в конце 19-го века, в разделе, с кризисом, в котором было все, и многочисленные измены, и кровавые междоусобицы. И все это было связано с одним человеком, вот с этим, которым зовут Людович Стивый, император Франков. Помимо предательств и междоусобиц, в рамках этого кризиса случилось еще два знаковых события, действительно знаковых для империи, две попытки государственного переворота. Около 1829-30-го года и около 1833-34-го, соответственно, императоры Людовика хваждого пытались сместить с трона, причем его собственные сыновья. И это очень сильно повлияло на современников, они активно рефлексируют по этому поводу. Современники из числа сторонников Людовика описали это событие как дохлонную рацию, обесчищивание, пока этим словом мы обойдемся. Впервые об этом заявил, судя по всему, Иоанн Абролианский в письме, обращенном к Пепину Абританскому, одному из сыновей Людовика. В письме, который предваряет очень известный его трактат о королевских обязанностях, написанный в 1831 году. Вы превосходно и замечательно показали всем, сколь возлюбили проблемного мужа, почистил его Цезаря, нашего государя и вашего родителя, сколь верно и смеленно были рассудены по форме и с каким негодованием перенесли бесчестие и фонарации, которым он претерпел. Но он был не единственным, кто осмысливал эти события в таких категориях, подобным же образом эти события по стремлению решить короля его достоинства, хона, интерпретируют и другие современники Людовика, в частности Гарри Минхан, который написал историю в начале 40-го года в 9-го века, и автор начальной части Санкт-Петербургских хроналов. Оба они осмысливают попытку переворотов, или эти попытки переворотов, как отнятие и возвращение императору его хона. Разумеется, попытки сместить государя успешные не очень сами на себе являлись чем уникальной средневековой историей, но кажется, впервые западно-гармейские традиции мятеж против правителя, а смыслили как эхомонацию. Почему современники описали его именно этим термином, который в словах я совсем не просто перевести на русский язык, как термин Хонор, примитивно королевский реальный? А с какими свисловленными аннотациями и стоящих за ней социальной реальностью был связан такой выбор? Вот мы нежно попробуем найти ответы, возможные на эти вопросы. Термин Хонор и его производные, так или иначе описывающие отношения к господству и причинению, появляются в источниках еще на Зависе Дневековья. Поначалованы его отношения исключительно к церкви, к месту церковной иерархии, занимаемой должности, предполагающей исполнение определенных пастырских обязанностей. Например, в постановлениях Артского собора 524 года некоторые главы, оттуда я здесь привожу, фигурируют епископский, пресиперский, дьяконский фон, а также описываются некоторые обстоятельства, связанные с его поучением. Такое представление сохраняет актуальность и в королевскую эпоху Хонора. Это прежде всего то, что имманетно присущей церкви, ее институтам, имуществу и людям, у которых есть полномочия этим распоряжаться. Именно в таком значении слово фигурирует в большом количестве текстов, от таблетуриарных постановлений церковных соборов до исторических сочинений и о географии. С другой стороны, в королевскую эпоху формируется представление о Хонор Рекке, о достоинстве иного плана. Эта понятия, разумеется, не имела никакого четкого определения, но, видимо, его не требовалось, потому что современники, в общем, примерно понимали, о чем они говорят. Мы не понимаем всегда их, но это же наши проблемы. Тем не менее, это фигурирует в довольно большом количестве текстов, поэтому, сравнивая их, мы можем примерно понять, о чем они речи. По крайней мере, с начала IX века практически вся высшая власть в государстве описывается во французских источниках как Хонор. Например, составители аналог королевских правков используют это слово очень широко, не только по отношению к королевым, что, естественно, но и по отношению к другим правителям, например, Герзова из Палета, или Коварского Кагана, или даже славянским вождем. Если верить сообщением аналиста, то Хонор, во-первых, дается и принимается, это важно, а во-вторых, это не всегда происходит, что называется, сверху вниз от государя, вышестоящего государя, нижестоящего государя к какому-то сопоставленному поданному. Но иногда и наоборот, снизу вверх, как это произошло в случае с временным вождем вийцев. Хонор Ритни именит институциональную, а не персональную природу, что вполне соответствует изначальному, то есть ухому содержанию Хона, зафиксированному в актах Арнского собора. Тем не менее, предполагается, что обладатель лучшего достоинства должен следовать определенной модели поведения. Ну, например, придерживаться четырех генеральных добродетелей, о которых королевские аудиты знали, поскольку вычитывали их у Морсанда Капеллы, и довольно активно использовали в своих трактахах, в том числе в Зерцавах, чтобы объяснить королю, каким он нужен был. Хонор предполагает, что его обладатель может и должен принимать решения, имеющие непосредственно отношения к организации власти и управления. Так, важным элементом королевского достоинства является право государя назначать епископов. Достоинство короля распространяется на некоторых его представителей, которые выполняют особые поручения, прежде всего на послании. Наконец, Хонор распространяется непосредственно на подгласную территорию, и государь может им поделиться жалобой своим верным землей и полномочиям. Именно этот аспект королевского достоинства раньше всего попал в поле зрения исследователей, в особенности историков права, которые рассматривали Хонор в протексте формирующихся в основных отношениях. И спокойно превратили его как лен, иногда как бенефиций, хотя, конечно, это не лен и не бенефиций никакой. Сегодня исследователи склонны видеть в Каролинском хронах, прежде всего, высокую должность, которая обеспечила ее обладателю прямой доступ к государю и контакт с неприятелем окружениям. Закрепляла его персональный высокий социальный статус и укрепляла положение его рода в целом. Открывала доступ к новым материальным ресурсам и подоставляла широкие возможности для соучастия в отправлении власти одновременно и в провинции, и в центре. Таких людей по поделению не могло быть много, и это объясняет причем, в числе получателей королевских фонорос, королевские хронисты, упоминают почти исключительно наследователей престола, то есть принцев, влиятельных цареворцев, некоторых, вроде Бернардоса, Тиманского, который не так называют вторым империей после короля, после Людовика, собственно, а также марграфов, обладающих всей полнотой власти граничных окружек. В королевскую эпоху подобного рода практика получила прочное биологическое основание. С одной стороны, на покойность на представлениях о том, что территория империи является собой своего рода спасительный корчевик в преддверии грядущего страшного суда, такой новый Израиль, для сильного избранного народа, мистическую церковь, в которой руководят государь и пасты, и потомки царя Дамида, отлажные инвалидные справедливые в суде, с другой, на представлениях о том, что элита, в широком смысле слова, соучаствует вместе с королем в управлении государством, что аристократы каждого в своем месте самым непосредственным образом сопричастны королевскому квазисовиченничеству в службе. Эти идеи были в общем виде артикулированы примерно в 780-х годах, и в последующие десятилетия получили дальнейшее развитие, оказывали влияние инополитическую практику, и постепенно проникая в самые разные тексты, они встречаются в королевских сердцах, в основаниях церковных соборах, исторических сочинениях, капитулярах, и даже в книжной миниатюре. Вот если мы, например, откроем первую битву Кадла Лысого, то мы все это там прекрасно увидим. До конца королевской эпохи государь сохраняли действенный контроль за землями, несмотря на то, что кто из них был сильнее, кто из них был слабее, как известная династия слабила по концу IX века, но тем не менее. Хандулс они контролировали очень хорошо, и при необходимости они могли вернуть их себе, или передать их другим людям. Правда, зачастую выносили подобные решения на общих собраниях знатений. Такое случалось, если прежние полиции нарушали верность по отношению к государю, или явно не справлялись со своими должностными обязанностями, ну, например, за ним регулярностью проигрывали военные сражения в своих марках. Обладание Хомор предполагало извлечение материальных ресурсов в свою пользу, хотя мы об этом не очень много знаем, честно говоря, совсем робкие на этот счет есть упоминания, но получение доходов являлось, судя по всему, хотя и важно, однако трибуне главной ценностью королевских хандулсов. Куда важнее оказался сам факт обладания такой землей, связанный с ней правами и обязанностями, поскольку это позволяло публично демонстрировать исключительно высокий уровень личных отношений конкретного представителя знати со своим королем, а также его особое место во власти. Неудивительно, что утраты на этих ладиней, по сути, означавшие автоматические исключения из такого ближнего круга, воспринималось крайне болезненно. Крайне болезненно все, кто решался, многие из тех, кто решались, хунорос, от отчаяния убрались за оружие и поднимали утеши, и принимали самые разовые усилия, чтобы как-то их к себе вернуть. Между тем, от потери таких хуноросов не был никто застрахован, абсолютно никто, это касалось всех, кто их мог получить, королевские принцы, и, так сказать, вторые люди не убили после короля и так далее. Ну вот теперь вернемся к вопросу, который я поставил в самом начале, Духунорацию. Что это такое и что за этим стоит? Как представляется, здесь имеет смысл различить два момента. Первое – это историческое обстоятельство, которое этот термин описывает, а второе – оценка этих исторических обстоятельств, которые в этом же термине и содержатся. Описание государственных переворотов 30-го и 33-го годов как Духунорация у короля означало следующее – отстранение государя от власти осмысленность частью юрид, прежде всего к нему, как исключение его из иерархической вертикали, в которой именно персона у правителя связывала двери на него на узлоках, как это видно, например, на кемиотюре из первой библии королевцев, опять же. Как решение его права и обязанности исполнять свою квадресвященческую функцию, с которой он якобы не справлялся. В широком смысле слова, одолица не на них не только права, но и способности запутаться о церкви и христианской наук, а также подводить подготовку подводных будущему спасениях. Низложение королевского правителя не предполагало на ниче строго определенные процедуры, тут вообще никакого алгоритма, видимо, не было, все, так сказать, создавалось спонтанно, зависит от обстоятельств. Решение о низложении короля принималось на основе коллективного консенсуса для региментации для правового и было публичным образом. Ровно так и сами государя поступали с неугодными представителями знати. Основанием корольным действиям служило, сорвавшись в королевскую эпоху, представление о широком соучастии сельских и церковных элит в королевском служении министерного элита. Значит, и о праве со стороны претендовать на сопричастность особого хона государя, дарованному ему Богу. И это не особо смущало современников. Я напомню, как один из авторов аналога королевства Франков вполне себе запускает такую возможность, что хонор может быть диригирован не только сверху вниз, но и снизу вверх. Однако тот факт, что понятие «дехонураццо» используют исключительно сторонники императора, заставляет полагать, что этим словом они пытались обозначить незаконность действиями делу. Хонор, дорогой королевы Богом, и только Бог, но и человек может лишить короля. И тогда собственно такова была моральная оценка, которую, собственно, авторы и, видимо, вкладывали в это понятие. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Иванович. Вопросы, пожалуйста, какие-то. Александр Иванович, большое спасибо за доклад. У меня вопрос, во-первых, насколько велика разница между по словам «клона» и слов «клоновоса». А поскольку даже не ускоряйте, а не было чисто, не было чисто. И это здесь, в общем, сходство чисто внешнего. А второе, это не вопрос, а такая метка на полях, а как раз по более поздним временам известна довольно много исследований, посвященных чести императора и чести Иберии. В частности, Федерик Барборос дал долг для такого вот исследования, потому что он говорил, надо него отснести, потому что он обрушил Лондон. И вот именно Иберии, прежде всего. Вот проблематика, которую обозначили на Карминском, и теперь на Аполлоне, в очередной местном Карминце не будет усиленно практиковаться в политической жизни последующей годы. В 12-м веке это очень абсолютно очень грозно, и Федерик, конечно, с нее спела, именно из-за того, что она пострадала ее честь. Но тоже есть некоторые различия между честью императора и честью империи. Проводили это различие, и по-разному реагировали на учебные, и всегда это совпадало в ингредиции. Спасибо. Спасибо, Шелик Владимирович. Начну, наверное, со второго, когда пошел вопрос, что касается духовной империи, в королевских текстах такого понятия нет. Все-таки в королевских текстах власть очень, так сказать, привязана к правительству. Все-таки это его королевство, по большому счету. Это его пространство власти. То, о чем вы говорите, все-таки предполагают, что есть империя, есть император. И это скучники не совпадающие, по разным причинам. Что для 19-го века, кстати, вполне нормально. Для 9-го, видимо, все-таки еще нет. Но вы совершенно правы, в том смысле, что, видимо, все-таки многие раздут отсюда, и городе следует искать здесь. Может быть, стоит еще и под этим углом вычитать королевские тексты, могут здесь какие-то новые смыслы и канадрацемы могут обналжить. Спасибо большое. Теперь, что касается теперь, что касается и хонорес, безусловно, нужно иметь в виду то обстоятельство, что любые термины, особенно в языке, который, ну, условно говоря, не родной, имеют полисиматический характер. Это точно совершенно. и это относится в том числе и к хоноресу. То различие, на которое вы указали совершенно свои пива, вы лишь отчасти, потому что, если мы говорим, если мы смотрим на это в контексте все-таки властных отношений, в контексте власти, в контексте статусов, в контексте диригирования властных отношений, то здесь нет различия, потому что хонорес это часть хона к большому счету. В этом смысле они получают части вот этого самого королевского хона, совершенно непонятно как переводить. Вот правда. Это и не честь, это вообще непонятно, что такое. Это какая-то сложная, сложная, сложная конструкция, которую они понимали, они демонстративы в этом ночи. Мы до конца не понимаем. и это постоянно называют путаницу. В исследованиях доходят, ну, например, только до того, что наши зруберки возниклируют это слово. Они используют, так сказать, либо в латинской версии, либо используют слова, которые есть в их языках, например, например, или хонор в английском, не считая нужным признать о чем легче. Да, хотя из контекста в руковесенстве это какой-нибудь бенефиций, например, лен. Хотя это, конечно, какой-нибудь не лен, потому что это другие обстоятельства и другие условия связаны с этим. Поэтому здесь есть противоречия и нет противоречия. В зависимости от того, как мы смотрим на этот вопрос. Вот я бы так ответил. А еще вопрос. Олег Сергеевич хочет, чтобы спросить. Да, и вот вы сказали. Спасибо. Спасибо. Саш, мы, Александр Владимирович, мы, когда национировали национальные книги, то мне вертелся вертелся другой вариант флановости от Комера. Ну, чтобы как бы властям понятны, что-то тянули, значит, и кучести, и тянули. Потом передумал, что мы уже использовали это на кафедре, если ничего не купили, на дарстве печа, сердея палочка, потому что и передумал. А у меня вопрос в связи с этим, как утерение сердечек, это такое вот свое сочетание говорим «хлановый цвет онор», потому что я не могу вспомнить, это было у меня было. Спасибо. Если здесь, к сожалению, ничего, не встречалось точно совершенно, по крайней мере, в моих текстах такого нет. поэтому так. Спасибо большое. Если так, вопрос такой. Как вам кажется, Александр Ильич, могло вот это новое понимание термин «выгранинская эпоха» быть связано с какими-то вернопулярными концептами, то есть это как перевод по германскому понятию «выгранинская эпоха» и «выгранинская эпоха» может быть здесь что-то искать, здесь источников мало. Да, источников мало, к сожалению, я боюсь, мы на этот вопрос не ответим, вот не ответим. Был ли это перевод, или это была все-таки какая-то рефлексия по поводу латинского слова, которое активно используется. Слово они это знали, да, слово это постоянно фигурирует, у этого слова есть традиция. Традиция совершенно отчетливая, очень прочная, отчасти я попытался показать восходящие к источникам средневековья. Вот, я думаю, что скорее всего все-таки речь ответная, сказать, в том более семантическом, о котором я сегодня говорил. Скорее так, то есть это скорее рефлексия связана с переосмыслением места короля, с его такой квазис-веченической функцией, с его особым положением и поэтому с невозможностью повышаться властичь в этом ключе. Вот поэтому дехомбурацию здесь ключевой момент, на мой взгляд, для этих акторов. И сейчас пытаются только его старые люди. Это важно. Анастасия, Сергея, пожалуйста. Да, Артемия Романовича очень огромная. У меня, как обычно, со стороны Адонова приходят вопросы к хронитам. По поводу самого славного агнорации в нем заложена идея манипуляции, которая производится с хроном. Я хотела спросить, какие вообще глаголы может быть характерны, может быть странны, встречаются в сочетании со целым хроном. Потому что если глаголы славного источники с ними что только не делают, удерживают, возвращают. И, наверное, навело следователя на мысль про лены и как это слоупотребление глагонной было. Именно, вы совершенно правы. Я думаю, здесь даже ясно ничего не добавлю. Глагон примара, например, используется сплошь и рядом, отнимают, отбирают хронор или хронолос у тех или иных людей и возвращают на педер-митрах. Он в этих категориях и думает про хронор, что его хронолер у короля, а потом ему обратно вернули. Вот. Поэтому глагол саморазное. Это скорее все-таки связано еще с как бы сказать с фалисематичностью термина, на мой взгляд. Потому что хронолер это все-таки не лен и не бенефицит. Это что-то другое. И это плохо, если пытаются отобрать у короля. Вот они это понимание, они в этом крыше думали. Хорошо, когда описывается замечание класса, когда то же самое используется, а он получает позитивный подходитель стрибори в стучке с осадой, то есть в принципе ватоновской историографии у меня звали от видеть с взглядом основного применяется правительство к основникам разного уровня, в основном позитивного ключа, то есть власть не распоряжаться в позитивном чужим. В позитивном это что значит? Ну в смысле это правильное справедливое деяние национале, которое распоряжается по нормам тем, кто несправедлив, как будто папой, но что ритуал это фигура, которая обладает компетенцией отдавать футбор и его отбирать определенных обстоятельств. Это не всегда так легко происходит и в первом случае и во втором. Но это то, что он может и даже должен делать, если человек влагащих нового сверхула не оправдывает возможных на него надежды. Что касается глаголов, это еще глагол «Раституры» тоже используется в том же ключе. то есть, понятно. И тоже по отношению к королю, естественно, к любому. Александр Владимирович, пожалуйста. Спасибо также. Александр Владимирович, что у меня один короткий вопрос со стороны Испании. Мои тоже волнуют. Хон, оно, кон, да, сон, да, сон, но. Есть ли в соответственно кирологических источник с десконом, не десконом, как процесс, а десконом, как состояние, того, кого добрали в ходу, соответственно. Спасибо. Андрей Юрьевич, спасибо. Спасибо большое за очень интересный вопрос. У меня вопрос может быть странный, а может быть очень общий. Как соотносится понятие хонор, хонор, прежде всего, с тем, что мы называем легитимностью и легитимацией? отмечу, понесите чуть подробнее, потому что действительно вопросы странные. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить, но все-таки это чуть прокомментирую. Ну, собственно говоря, этот хонор, он как бы не облегитимация, это тоже требуется, неопрогимо для признания статуса, скажем так. Хонор относится к этому или нет? Нет, нет, это не связано напрямую с легитимацией, нет, это что-то имоненно присущее статусу скорее, вот так вот. Спасибо большое за доклад. Да, я бы хотел спросить с военной точки зрения немножечко насколько важна часть хонор дела военных функций короля как военного литра военачальника и может ли вообще ставить такой вопрос если это какая интересная источник. Да, безусловно, безусловно, вы совершенно правы, я об этом сказал, хотя и гегла, военная составляющая важная элемент королевского хонора и вообще хонора, которого он делегирует например своим очень высокопоставленным не хочется словно голосало говорить, но подано так правильнее будет, безусловно, военная доблесть это один из элементов поведения, которым должен следовать собственно король. военная доблесть и вообще мужество я напомню это одна из четырех добродетелей о которых я тоже сказал, которым должен следовать правильный государь, правильный государь. Вот здесь нет противоречия. с другой стороны именно военные поражения очень часто были главным основанием для того, чтобы отобрать королевских умороз у представителей знати. То есть когда они раз за разом терпели поражение в своих руках, раз за разом проигрывали сражения, раз за разом не выполняли эту часть возможных на них обязательств, они теряли его. И это крайне болезненно воспоминалось еще раз повторю, потому что для них это была потеря статуса во всех смыслов слухах. Мы даже сегодня себе представили насколько полезно это было. То есть они теряли гораздо больше, чем просто землю. Спасибо большое. А у меня тоже в догонку такой вопрос. Александр Иванович, вы бы как сказали, хонор это абстрактное понятие или отчасти материальное? Ему можно пощупать? Будут, наверное, всегда будут так. Найдете. Можно. Как обескуражить. Не знаю, я подумаю, я должен подумать над ответом на этот вопрос. Можно его пощупать. Пока скорее я бы сказал нет. Все таки нет, потому что это не предмет. Это все таки да. А у него есть составляющая неделянья? Да, безусловно. У него есть составляющая, есть составляющая. Хотя мы про нее как раз довольно мало знаем, как я сказал. В источниках очень-очень пунктирно вот эти вещи проходят. Мы примерно можем уловить, что что-то такое из-за своих хонорос получают. Но связан с тем, что это хонорос или связан с чем-то другим, мы не совершенно пассаж в аналог королевства франков. Карл после одного из походов в Саксонию, по-моему, Карл, да, или Пепин, нет, Карл все-таки, наложил на Саксов дань в 300 лошадей ежегодно ради королевского хонора. Ну, как это понимать? Да, черт его знает. Ну, вот как? Это что? Ну, да, 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 ну, вот, можно ли это пощипать в том ключе, в котором ты говоришь? Я не знаю, я не знаю. Может быть, все-таки это статус, скорее, может быть, это все-таки скорее вот такой, ну, манифест. Ну, больно, если вы назовуете, мы хотим передать вам наши монологи, которые можно причинить. Спасибо. вопросов больше не появилось? Нет. Спасибо большое, Александр Иванович, и я передаю слово нашему следующему докладчику, собственно говоря, это Анастасия Сергеевна, которая нам всего час расскажет про коронации. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, понятное дело, участвую в сегодняшнем мероприятии, видимо, как делегат от сообщества учеников Михаилом Анатольевичем такая случилась в моей жизни большая удача и радость работать с его научным руководством. До сих пор считаю, что это по моей академической жизни может быть одно из самых главных, что произошло. Я думаю, что не со мной, если ты не всех представителей Виталий Анатольевичем за то, что он у нас всегда учился чувствовать немеличие в области, в которой мы прикасаемся, погружаясь в мотивистические судьбы. И во-вторых, с другой стороны чувствовать некоторое смирение перед лицом всех ограничений неизбежных, которые не может не испытывать истории, сталкиваясь с материалом столь давным. И, в общем, сегодняшняя моя сетя, что это нам будет посвящен как раз теме вот этих ограничений и попыток как-то вот с ними так или иначе взаимодействовать, да, не то, чтобы бороться с ними, а воспринимая их как давность, использовать эти ограничения в качестве, собственно, дополнительной возможности для исследований. В общем-то, как раз такие, ну, я, да, в плане благодарения книжек, я тут должна себя показать не самую лучшую ученику, в смысле, что должна я, наверное, в процессе подготовки моей диссертации и во многом, конечно же, познавением или поводом для поиска методологии, в общем, были, конечно, что, Макна Анатольевич, и, собственно, начнем срезать этот первый слайд, вот, в книге «Лечить седление», которую, большинство присутствующих хорошо себя представляют, да, может быть, самый знаменитый ансадс, который, тем не менее, особенно порох по сердцу моему, как специалисту в портунгских деревьях. Из того, что мы, скорее всего, никогда не узнаем, как именно в действительности выглядела коронация Атона Первого в Афине в 1936 году, вовсе не следует, что сомнительное описание церемонии у Венопинга Королейского лишено интереса для историко-политического символизма. Просто полноценным объектом изучения можно признать не только саму коронацию, сколько ее образ, получившийся по тем и иным причинам гигинда, а также воздействие этого образа на современников и подобных. В общем-то, я думаю, что уже не даже не являясь предметом дискуссии, а воспринимаясь к данности историко-политического раненого Северенкова, что, взаимодействуя с нарративными источниками, пытаясь по нарративным источникам раненого Северенкова изучать политические ритуалы, мы, конечно же, не имеем возможности их достоверно конструировать, пытаться понять, что там происходило на самом деле, и действительно, выбор, в общем, которого даже нет у историка раненого Северенкова, единственный путь это изучать, собственно, попытка, может быть, не единственная, но один из самых продуктивных путей это попытка изучать, собственно, образы коронации в тех или иных произведениях средневековых вопросов. Я, опять же, по инициативе Макомберча, погрузилась в удивительный мир артонистских историков, действительно, очень интересный был период, где-то с конца 50-х годов, до начала 70-х годов 50-го века, когда при дворе правителя восточно-франского корониста, аморинского императора Атона I, возникает целый неяблый автор, прославляющий его могущество в разных формах. Авторы происходят из разных регионов. С первоначальной электронизации открывается Лангабар и Бранд Кремонский, перемещающийся от двора итальянских королей к двору Атона. Дальше переключаются уже представители Сальсонской элиты, как раз Лидерсгейнская и Лидер Королейский, и представители такой западной части восточно-французского королевства, где процветают ученость, и где в том числе создают свои творения Анатолий Магадебурский. Магадебурский у нас с того же в финале своей карьеры, а вообще изначально человек, который происходит в Сатарин Лидерс тоже, постно-французского архипископа Магадебурского Диоцеза, и соответственно Кремский, ученик вашего Атона, который после этого внес большой вклад в классическое историоописание. Я на материалах вот этого замечательного корпуса авторов исследовала разные описания имени тех или иных фатических ритуалов, церемоний и в том числе анонаций. И как раз этот вопрос, который вытекает из процедированного отрыва «Звеличить смирение», насколько образ анонации отличается от ее возможного реального облика. Даже скорее не облика, а может быть значения. То есть может и случиться такое, что образ оказывается более весомым, более значимым, чем реальная анонация для других, например, и в какой степени вообще этот образ отличается от оригинала. Если продолжать метафору, предложенную Сергею Павловичу в начале нашего заседания, то если реально ритуалов кожи, то разные фистерографы могут по своему выбору выбирать облачение и влияние, чтобы придать ту форму, которую, как кажется, более подавят репрезентация власти государя, даже именно оскорбит с какими-то интерпретациями изначальными. Собственно, за тот период, который нас интересует, это первое десятилетие правления династии Атонов, которые как раз достали все перечисленные высшие авторы, мы имеем целый ряд канадцев, то есть это такой очень дурный период, хотя направились его два правителя, Янг Первый и Атон Первый вместе со своим сыном, так как постоянно происходит приращение власти они приходят с одного статуса в другое, начиная с оксамских герцогов и очень быстро отрастали до императорской династии и все эти переходы каждый раз связаны с церемонией имминаугурации, это и церемонурация Генриха Первого, когда он стал королем в 1919-м в 1920-м году, это и королевство коронации сына Атона Первого, это и в качестве короля восточно-францком королевства, его коронация в последующем в 1931-м как короля Италии, коронация его сына Атона Второго как соправителя короля в тот момент, когда Атон Первый отправляется в Италию в надежде завоевать собственно Мерскую корону, в 1962-м это Мерская коронация и 1967-м от повторной, точнее коронация Атона Второго уже как соправителя отца как императора. Ценный богатый ассортимент и сравнивая различные тексты примерно близкие по времени как мы видели можно посмотреть о каких из этих гранаций привлекли большее внимание о каких из них описано более развернуто о каких чаще говорится и так далее и тут мы начинаем видеть не совсем то, что ожидается когда просто смотришь на этот список казалось бы 1962 год самая важная даже вошедшая в школьные учебники дата из всей истории Атонов тем не менее например эта эмиранжская коронация в Риме не оказалась настолько приятельной в плане ее образов и ее изображения в сочинениях адамских историографов вот коронация Таянская вообще ни у кого из перечисленных авторов насколько я могла заметить прямо не описывается и в принципе среди всех перечисленных авторов только один Атопер Магдабурский уделял внимание всем остальным пяти помимо итальянской коронации а остальные выбирали одну две три из этого списка причем опять же не всегда этот выбор подчинит наверное хронометраж не позволил подробно разбирать остальные случаи помимо 1961 года но я прошу вас поверить не на слово а кто не поверит посмотреть по подробнее собственно статье невеликованное в сборнике что в общем по тем или иным причинам вот все коронации пришествующие к 1961 году и последующие отражены либо совсем кратко либо тем-то забыли и в общем-то ну такое впечатление что кажутся не такими уж существенными за одним существенным исключением о которых собственно говоря Маком Толич ему будет стать опять же вначале знаменитейшая огромная самая подробная может быть даже не только в атомовской историографии но вообще в рамках среди любовью одну из самых обширных подробных это Саня Коронация которая говорится что это рекорнация 1936 года Атона первого как короля при этом описывает он ее абсолютно в величайших деталях мы помним что рекорнация в списке авторов стоял самый последний то есть это в общем позднейший из текстов и мы снижили в этом перечень текстов и от реального рекорнации 1936 года ему отделяют 30-летие я так нею покажу больше и есть уже классические ставшие наводки немецкие историки Хамиля Гейлера и тут вполне резонно предположу что возможно это описание Гютукингом коронации 1936 года собственно является проекцией коронации гораздо более близкой к самому Гютукингом во времени а именно той самой коронации 1936 года то есть вот коронации от обор второго в качестве сопровителя а который и в общем пойдет речь дальше моим согласия и собственно это предположение аргументировано большим количеством важных соображений например то что в 1936 году Атон первый должен был непременно храноваться вместе с своей сухой Эдиты или королевы которые в тот момент уже они были в союзе и этого не происходит ну и рядочих других деталей которые можно посудить дискуссии не хочу сильно внук внук в общем которые вызвали у Ханя Григорода такие подозрения мне кажется вполне обоснованны но даже если мы не будем пока предчислять описание редуктивно к числу средств именно о коронации 1961 года то обращайте себе внимание что в общем-то ей не зная то что в общем-то по сути дела эта коронация кажется какой-то промежуточной неизвестно как войдут дела в итальянском походе у Атона во-первых насколько долго там как минимум задержится даже при посетивном сценарии вот и неизвестно что это такая странная промежуточная гранация в пример пишу подробно во всяком случае это делает так вот тут к сожалению нецелепон отражается стадо Робан Теркюрнский я тогда сейчас наверное попробую узнать честь его выполняя в общем в чем замечательное это описание Робан Геб вообще очень как обычно крайне ограниченно описывает ритуалы он почти не касается этой темы и вообще другой жанр в отличие от сертифицирования и стереографа и этого автора жития в общем-то для него даже не является центральной темой политической истории по большому счету это биография епископа воспроизводящего ученого Судома Кернского в первую очередь и вот посреди этого текста единственное большое описание какого-либо вообще инвакурация это именно подробное описание Ахельской церемонии в общем императорский сын тогда был еще очень милый чрезвычайно одаренный неисполненный радости золотой славы народу то есть очень в архив бископом дядей брат императора ставили для надзора на социалистских ракторствах чтобы отправиться в Рим и распорядиться по делам всей Италии сам внуши Цезарь восстановил что чтобы по всеобщему согласию всем народам был избран король и Артона одноименного отцу припомазанный королем архивейского друна и гимн генрих и прочие служители господавательского дворца и народ выразил величайшее ракование говоря когда выживет царь вечно здесь надо сказать в самом начале можно предстоя уже говорится над тем что коронация особенно в границе береговья это совершенно не канонизированный еще набор символических действий там вообще под большим обросом какие элементы должны осуществляться какие нет должно ли помазание обязательно сочетаться с изложением лица как мы знаем по византийским регионам далеко не всегда это было совершенно очевидное сочетание в общем-то как раз каролинский атонанский период это время когда еще выристоризовываются усаканиваются те или иные комбинации символических действий которые должна включать в себя своему гигангурац и вот в общем-то в атонанских средствах мы впервые видим сочетание четырех элементов легитимирующих власть будущего государя именно вот в этом средстве рода которое я напоминаю вам предшествует средству редукинга что важно в данном случае хронологически во-первых напоминается диссигнация то есть назначение атона вторым второго его отцом и причем в случае с почему в заговоре не только ахирин напоминается где прошла сама коронация но и ворус ворус это место еще присутствие самого атона первого видимо было годовое распоряжение о будущей коронации и вот это как была первая составная часть данной легитимации состояла из назначения со стороны короля и предварительного избрания на съезде знати затем вот это решение и избрание должно было уже воплотиться в виде церковного ритуала и собственно следующая часть состояла вахина все это исходило в мае 1961 года в однокоммунии путешествия Атона Натальева причем Атон Первым судя по всему в форусе присутствовал а вахине уже были только его одновеснинин собственно Броно Георгский архиепископ это ваш брат как вы помните и Вильгер Гемальский вневрочный сын Атона Первого тоже в общем архиепископ значимый самым значимым радиоцезом в мире и вот собственно там уже выражение одновременно со стороны народа то есть все эти четыре элемента подробно приводят в своем свидетельстве родник и если мы посмотрим на текст Вильгинда к сожалению вряд ли мы сможем даже не то что было озвучено даже прочитать целиком потому что поистине обширный оплывок в общем опять же можно убедиться в этом посмотрел по-русборник подробнее у Вильгинда это работает именно так то есть там тоже в такой же последовательности упоминается 17 избрание помазание и окна причем у него это еще и ложится на пространство Ахельской капеллы но перед тем как описывать этот знаменитый Ахельский эпизод на самом-то деле Вильгинд нам говорит еще и о первой проговорительной части после смерти отца отечества Генриха но вспоминание о первых гелях в общем-то это проекция значит место Генриха должен быть Апан Первый то есть после отъезда отца отечества Апану первого весь народ Франков и Саксов избрал в себе предварительный его сына Апану то есть это предварительное избрание которое происходит еще до описывания сцены как будто может быть даже в другом городе то есть в принципе это дополнительный аргумент в копилку мембров Хакер Эггера о том что вот действительно у Генриха это работает именно так скорее всего это перенос реалии но важно понять что Генриха не слепо переносил не бессмысленно копировал эти образы а он действительно их адаптировал под тот контекст который был ему нужен он заменял там имена епископов так чтобы они были актуальными на момент 1936 года он как видите заменил имя короля отца если опять же мы принимаем эту версию как работающую и на самом деле связи с неприкидным об этом событии оно касалось прежде всего тех смыслов которые ему было важно вложить именно в соглашение Атона и Знати на момент начала его правления то есть 1936 года все таки но при этом он в качестве моделей коронации использует такие то что видимо ему ближе то есть проецирует на ту важную коронацию может быть не незначимую но запомнившуюся яркую коронацию в плане ее символичного управления которая произошла в 1961 году и соответственно много разных интересных красот опять же отсылаю всех желающих не погрузиться к сборнику и нам важно понять что после того как у Герова впервые видел такую комбинацию устойчивого в одном эскристеографии потом очень похожая история происходит у Ленингида и что у него есть интересного это как раз такие эпизоды связанные со спором архиепископов тоже в классической геронской историографии архиепископы мальциклы и грина выясняют отношения пытаясь выяснить кто же из них на самом деле достоин короновать Атона и собственно говоря когда мы отращаемся к 1926 году не совсем понятно что там было такое серьезное что они начинали выяснять свое вероство спасибо в 1931 году собственно это были Брон-Пенский и Вильгерманский как-то помним то есть дальше сейчас я поясню к чему я веду ну и собственно небольшое еще отступление на то что и Леутранд Креманский и Адальдер Мандемурский коснулись тоже своих свидетельств 1961 года и так как коснулось их росли к сожалению не знаем потому что именно этот отрывок его произведение утрачил но в принципе исходя из последующего протекста описания с коронации Атона второго как заправитель императора можно предположить что и она его описывала вот у Леутранда сосредоточены они на делах важных мотивах для Атальдерда важнее всего прежде всего элемент одобрения знатью его Леутранда против диссигнации это тоже связано с их собственными политическими концепциями но в общем-то не имея возможности сейчас подробно прокомментировать этих двух замечательных авторов я перейду к выводам и к тому как мне кажется что вообще могло повлиять на то что именно образ коронации 1961 года оказался настолько существенным для атомовской историографии несмотря на то что формально она как бы не была самой значимой если здесь и прочее первые две вещи довольно-таки очевидны то есть в отличие от коронации инаугурации 1936 года апостолова говорит что даже по поводу 19-го года не все были уверены какой именно ас символически нужно считать инаугурацией генных потому что это был долгий сложный процесс сначала он договорился с асами истюлингами потом с хранками потом с разными знаменами и в общем у разных историков даже о том с мобилем мы встречаем разные даты то есть это насколько все в том ате теряется что страшно сказать то есть и 1936 год тоже отдален во время 1961 год события произошедшие недавно все его помнят и соответственно поэтому оно нам интересно второй нефотический факт оно произошло не просто недавно но еще и далеко от всех наших немецких земель потому что Рим и собственно то что происходит в Италии это какая-то отдаленная совершенная история а в 1961 году у нас происходит здесь на нашей земле Ахния в лотаринге и в Франкхоне если мы считаем вместе с Ворбсом в тех землях которые родные и для Руанкира и для Кликерта в которых очень долгое время судя по всему будет то что часть своей не проводит пранк когда она находится в 12 землях в Франкхоне тоже очень важная земля естественно и для репутинга который придает большое значение предоставленности пранк то есть вот это региональное то что то что это действие происходит именно здесь играет очень важный ну и то что в общем до 1961 года оттоны не выражают в такой степени свои амбиции имперские это первая регионация которая еще не императорская но уже как бы квазимператорская то есть потом отец уже собирается становиться императором а их сын будет только становиться королем но там можно было как бы отрепетировать попробовать какие-то элементы и средства коронационных чинов посленно могут это подтверждать то есть пранимальского конецового чина ну и наконец очень важный момент что почему эта регионация заполнена с таком количеством авторов потому что для каждого из них она заключала те или иные темы смысла те или иные вопросы которые тревожили лично его у каждого они были свои в логопедном мадыбурстве были о своем отношении с ленировым ванцином то есть в общем-то например очень шатно в каждом положении находится королева Адагельда которая независима недавно стала королемой она вторая суббурга Антона у нее во многом были неоднозначные отношения с немецкой и немецкой знатью и вот закрепление статуса сына малолетнего именно таким не просто какой-то договоренностью у армии а публичным символическим действом было очень важным аспектом здесь второе это то что при такими навесниками приатоне и соответственно вот это распределение ролей между ними во время коронаса оно естественно должно было каким-то образом зафиксировать примерно распределение ролей в отсутствии короля ну и наконец важные моменты связанные со спорами о том что важнее знать его освящение церковное и здесь мы видим тоже какой-то вариант уравновешивания позиций церковной и советской церкви вот церковной 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 связи церковной 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 И, в общем-то, все перепутали, неизвестно, была ли вообще ситуация, либо у нас слишком развивали какие-то сведения, либо одно сведение другого противоречия, и какую эпоху ни возьми, вот оно все вот так вот. Боюсь, что даже это на жизни. При этом, когда читаешь вас и других серьезных историков, то понимаешь, что во всей протокольности и церемониальности, в общем-то, и суть власти есть, то есть очень важно, кто с ним сидит, стоит, идет, лежит, бежит и так далее. Вот. А у меня уже, наверное, вообще, возможно, какая бы то ни была гононизация ритуала, в том числе ритуала власти. Как ты понимаешь? Ну, безусловно, если мы смотрим в источники, то постоянное перерождение, конечно, это очень динамичный процесс, и ни одного исторического момента, когда, мне кажется, ритуал был устойчив, то даже коронация казалась бы настолько существенной и квазиустойчивой практики. Конечно, все время трансформировалась. Вот, кстати говоря, опять же, в статье, если решили рассмотреть, у меня там подробно описано, как не будет, пытается создать иллюзию вот этого стабильности ритуала, проецируя как раз таки в 1961-м году вот эту вот процедуру, единственную, возможно, виденную там, книгу, не только хорошо знакомую, не только на предшествующей коронации Адона, но вообще в глубину веков, там, вплоть до мировинских королей. То есть, по сути дела, вот, опять же, то, что невозможно в реальности, в реальности, наверное, да, потому что, как говорится, невозможна устойчивость ритуала. Вот, в литературной реальности, там, как и строятся образы, как раз становится невозможно-возможное. То есть, вот, там, вот эта вот коронация с 2016-го года начинает длиться веками просто, начиная с… Ну, будь у него возможностью, он бы, там, и императоров Рима, мне кажется, короновал, который ровно таким же образом просто это не потребовалось, поэтому начался мировинник. Поэтому, вот, как раз таки, если бы существовал этот мир отдельной литературной, да, в нём были вообще, мне кажется, другие законы физики даже, по сравнению с тем, что существует на практике, и способы поиска, вот, как за это зацепиться, так и следовать именно мирообразов, это то, на что мне, собственно, всегда это научил махану. Ещё вопросы? Да, пожалуйста, Александр Иванович. Спасибо большое, Анастасия Сергеевна, спасибо большое за Ваше выступление. Два вопроса у меня уточняющих. Скажите, пожалуйста, насколько помазание является в Атамовской эпоху неотъемлемым элементом гранации? Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли примеры двойного помазания на Донсову эпоху? Двойного помазания. Двойного помазания. Вы это относитесь на сколько? Я поясню. Например, в королевскую эпоху мы такие примеры встречаем. Их не так мало, как может оказаться. Я напомню, что Экипин короткий, вот дважды помазан, и, так сказать, мы готовим вычистить его. Да? Вот два вопроса. Вот, в основном у меня и вопрос. Есть ли примеры двойного помазания? И насколько помазание является неотъемлемым элементом разговора гранации? Спасибо. Да, один из аспектов, которого вознулся на Халточ в первом вопросе. Скорее всего, помазания не было при первой инаугурации Атамовского правительства при Геннахе Первом. Это мы видим только позднейшее свидетельство, но, естественно, там, судя по всему, из-за этой сложной ситуации, выяснения отношений и главное того, что Геннахе Первому не было очень удобно себя позиционировать как превосходящего всех остальных девушек. Скорее, нам нужно было как первой садиранных. Вот, судя по всему, насколько можно судить, вероятно, при Геннахе Первом этого баланса не было, но тем важнее было всем подчеркнуть, что в 1906 году это уже было точно. То есть, что его сын, Атам Первый, пришел в власти в другом статусе, на другом уровне, и он уже был помазан, по крайней мере, так пишут позднейшие свидетельства. То есть, у нас нет четкого понимания, что там в 1906 году происходило. Но, в целом, можно предположить, потому что Геннахе действительно сделал очень много для того, чтобы поднять с одной стороны ступеней за время своего управления и обеспечить своему сыну уже другой статус. И если в 1906 году Атам Первый был действительно помазан, то получается, что в Риме, собственно, Геннахератор получал помазан второй раз уже точно. Это там говорится. Причем, вот есть листья о том, что именно для Атона поменяли немного протокол прежних коронаций, вот в отличие от коронаций, там, вот я, к сожалению, смогу запутаться, что было раньше, что позже, как раньше был Мира, по-моему, потом Париатоник заменяется помазанным Милеем. Может быть, как раз для того, чтобы избегать такую вот автологию, что один, на самом деле, был помазан по старому, а сейчас по новому. Но это только мое предположение. Поскольку орден с коронацией не очень точно атрибутируется, то есть непонятно, как бы есть орден с коронацией с этого времени, но они не привязаны к конкретному году. То есть мы можем их проецировать на разные коронации, и отсюда возникает тенденция. Но суть по всему они помазались, они совершали, естественно, в первом моменте, то есть вот праздничной коронации в честь годовщин. Это новая известная была историография. Но вот что происходило в реальности, я вообще за это вот снимаю себе ответственность, и я хорошо знаю то, что происходило в литературной реальности, а что вам на самом деле действительно для этого нужен другой корпус источников, как минимум, и то не факт, что нас работают. Спасибо. Михаил Анатольевич, пожалуйста. Да, у меня очень маленькие поточняющие вопросы, по поводу того, что вы сейчас сказали. Скажите, пожалуйста, насколько от того ли вообще себя соотносили с ветхозаветной традицией? Это важный вопрос и имеющее прямое отношение к моим вопросам предыдущим. Спасибо. Да, безусловно. Ну вот насчет Саула и так далее, вот этого точно я в текстах книги не знаю, но то, что там, например, у Леуканда есть заветные отсылки, связанные с Моисеем, и причем это не контекст Константинус Великого, а скорее несколько иное слово. Я буду скорее говорить про Давида, Настя. Да, про Давида, там прямых текстов, вот этих текстов, которые мы рассматривали, они не связывают, не вдаются в богословское рассмысление, а в Горанации и не рассматривали эти вещи. С помазанием вообще дела трудно, надо сказать, с самыми разными помазаниями. В частности, тут недавно рассказывал, у вас концепция, что губина помазывали в сельском серпионе, я тут сразу же, что вся эта история с Бенифанцием была позже, а помазали тогда, когда папа приехал, и все, ну, как получается, это не важно. Помазали один раз, потом им еще раз помазали, кажется, хотя тоже несовсеместно, помазали или не мазали. В сапплане похоже, у вас, по-моему, очень юристические взгляды. Тут писать себе, что вы папа-юмский реальный, к вам идет там сверху какой-то с север, какой-то сад из вы вырвавшихся из своих лесов, и говорит, я Римский «Ибератор, помашь меня, пожалуйста». Естественно, местные начальники будут думать не о том, а вот помазали его или не помазали, выстраивали богословскую концепцию. А надо ему как-то этому варвару показать, что он варвар, и чтобы он не догадался, потому что мы посмеялись, мы же от византийского корня, мы же умеем это делать, устроить так, чтобы нам было весело, а он бы не занялся. И поэтому мне пересмотрели, похоже, весь свой кронационный обычай, и сказали, значит, что, этого варвара мы будем мазать, во-первых, худший масок. Ну, незаметно. Ну, это, при королевах такое, а здесь вот такое. А потом, ну, королевы их вымазали по голове, на голове кажется, это точно уже не помню, но кажется на голове. Ну, ничего не знаю. Ну, в коем случае лопатки рвать ему помажем, или локоть в правой руке помажем, чтобы он был нашим слугой, царкой. Это же хороший символ. И кроновать мы будем, пожалуй, перед каким-то алтаром, таким второстепенным, скажем ему, что это очень важно делать, помажем. И пусть не папа помазывает вообще, а какой-нибудь архекист по соседству, по скромнению, да. Точнее, они все сделали вести ваше саду, как в водителе. Все пересмотрели, что оно понижение градусов. И потом этот пониженный градус сохранялся до 15 века, и 5 ноября, когда мы проезжали, вообще не понимали чувственное тело, здесь начались с ним, и такое культурное обращение происходит. Все из-за высокомерия, конечно, от Римского, которая была в полярном отношении к этому дикоматону. Какой вы приличный королевский может показать на этот культурное обращение? Так, еще вопросы или вот суждения, как Михаил Анатольевич только что изобразил? Нет, да? Хорошо. Тогда мы отблагодарим Анастасию Сергеевну. Спасибо большое. Что, я не отблагодарила Анастасию Сергеевну? Еще чуть-чуть. Можно еще сказать одно слово. Значит, конечно, я хочу поговорить Анастасии Сергеевну, сказать, что она, разумеется, вот такой доклад заслуживал бы короной. Ну, хотя бы сувенированной, по команде короной. У нас из «Инсигнии» имеются только книги, как вы знаете, в традиционных церемониях тоже книги участвуют, продаются в этом городе. И позвольте мне хоть как элемент традиционной церемонии учиться Анастасии Сергеевну. На этом мы заканчиваем первую часть нашего круглого стола. Продолжение следует.